Привет, ребята! Меня зовут Лена, и мы с вами продолжаем работать с дробями. Мы уже познакомились с обыкновенными, с правильными, с неправильными, а сегодня мы с вами будем уже действовать. Мы с вами сегодня будем складывать и вычитать эти все дроби. Узнаем, какие правила существуют, зачем они существуют, почему они такие. Может быть, просто узнаем правила. Итак, давайте посмотрим, что у нас на следующем слайде. У нас на следующем слайде сложение. Ну и, конечно же, без рисуночков никуда. Посмотрите, у нас здесь есть какой-то прямоугольничек. Его разделили на большое количество частей. Но давайте посмотрим точнее. Две у нас есть голубенькие, пять зелененьких и еще две беленьких. Итак, две плюс пять плюс две – это девять частей. Ну, или так можете посчитать, всего девять частей. Наш прямоугольник разделили на одинаковые прямоугольнички. Одинаковых девять частей. Из них закрасили голубым цветом две и зеленым цветом пять. Если вы внимательно смотрели презентации, то у нас это, конечно же, забор, который мы красим краской. Оказывается, в первый день мы покрасили голубым цветом, например, две досочки, а во второй день мы покрасили уже зеленым цветом пять досочек. Сколько мы покрасили за два дня? Как это узнать? Да очень просто. Сначала мы смотрим, а голубенькие мы взяли от скольки всего, сколько у нас всего этих досочек. И понимаем, что всего у нас здесь две из девяти. Не потому что досочки какие-то неполноценные, неполные, дробные. Нет. Просто мы взяли две досочки из всех девяти штук. Дальше. Зеленые досочки. Это мы взяли уже покрасили пять досочек. И скольки? Весь забор – это девять досочек, то есть пять из девяти. А всего – это мы берем две и пять. Складываем вместе. Что же у нас получается? Оказывается, две девятых плюс пять девятых мы получаем семь девятых. Здорово, когда знаменатели одинаковые. Ну и сегодняшняя тема у нас именно про то, когда у нас знаменатели, то есть низ дроби, одинаковый. Потому что и здесь, в первый день. И во второй день мы красили досочки одного и того же забора. То есть одинаковые по своей структуре, по своему расположению, по своей ширине. В общем-то, полностью одинаковые досочки. Поэтому мы можем спокойно их складывать. Что будет, когда будут разные заборы, об этом узнаете чуть позже. А пока давайте научимся складывать и вычитать дроби с одинаковыми знаменателями. Итак, как же складывать дроби с одинаковыми знаменателями? Если у вас есть две дроби с одинаковыми знаменателями, то что же делается? Мы берем числитель первой дроби, складываем с числителем второй дроби и это записываем сумму, то есть результат записываем в числитель общей уже результативной дроби. А в знаменателе мы оставляем то же самое число, которое было что у первой, что и у второй дроби. То есть, посмотрите, у нас была дробь АСТ плюс БСТ. Получилось наверху А плюс Б, вот они два числа сложились, а знаменатель С так и остался. Он был здесь С, он был здесь С, и здесь остался знаменателем С. Обращаю ваше внимание, очень важно при сложении и вычитании смотреть на знаменатель. Пока еще мы этого не знаем, но, пожалуйста, запомните, сначала смотрим на знаменатель, и только если он одинаковый, мы можем уже воспользоваться данным правилом. Ну и, конечно же, пример, давайте посмотрим. 13,5 плюс 11,5. Что же получается? 13 плюс 11. 24. Каких? Все еще 50-х, потому что знаменатель, что у первой, что у второй дроби, что у одного, что у второго слагаемого, было 50. Знаменатель был одинаковый, и он же им остался. Он не меняется. Меняется только верх, числитель, где мы складываем два числа. Ну что ж, со сложением вроде бы все понятно. Давайте разбираться теперь с вычитанием. Оказывается, с вычитанием происходит все то же самое. Если вы видите, что у вас две дроби с одинаковыми знаменателями, то есть снова смотрим на знаменатель. Если он одинаковый, то спокойненько применяем данное правило. Что мы видим? У нас есть дробь АЦТ, и мы из нее вычитаем дробь ВЦТ. Что мы делаем? Ну, в общем-то, из первой дроби, из первого числителя вычитаем второй числитель и записываем вот эту разность, результат разности, да? Вот здесь, в числителе. АЦ – знаменатель, как был, так и остался. И давайте посмотрим, конечно же, на примере из чисел. 13,5 мы теперь вычитаем из этой дроби 11,5. Что у нас получается? От 13 вычитаем 11, записываем эту разность в нашем числителе. А 50 как было, да, и у первой, у второй дроби. Так и осталось. Вот у нас 13 минус 11,5. Это у нас 2,5. В будущем вы узнаете, что эту дробь еще можно и сократить. Но пока мы оставим этот ответ в данном виде. Что ж, со сложением разобрались, с вычитанием разобрались. И самое главное правило, которое нужно вынести с этого занятия, это то, что первое, на что мы смотрим при сложении и вычитании дробей – это на знаменатель. Если он одинаковый, то вот эти правила вам помогут. Что ж, спасибо за внимание и удачи!